Здравствуйте, дорогие друзья! Праздники немножечко не дали сильно разогнаться. Были вот такого типа похожие два заказа. Я не делал обзорного видео, а это, в принципе-то, заказ Щаривного Миста Львива Богач Севастьян заказал и попросил более подробно рассказать, куда какая мушка у нас пригодится. Заказ был достаточно такой специфический для головля и для хариуса с форелью. Мокрые мушки мы немножечко оставили в сторонке до эстримера, до подходящего момента, когда будет более-менее нормальная вода. А сейчас можно уже спокойно ловить на определенные виды приманок. Какие именно? Значит, у меня не зря, как говорится, открыта вот такая вот коробочка, в которой находится вот такая разная бижутерия. И пластмассовая, стекло чешская, японская, ну, разная, бисер. Значит, первая, самая вот простая такая, которая ловит все время и ловит везде и ловит всегда, это вот такой вот спайдер. Изготавливается достаточно просто, достаточно, чтобы было у вас, как вы видите, крючок подходящего размера. Здесь крючок 18 номер и бусинка соответствующего диаметра. Ну и, понятное дело, подобрана так цветовая гамма, чтобы наши нимфочки были в весеннем таком наряде. Ловит практически всегда. Вот это такого же типа, но несколько уже более крупнее, более посолиднее, для того, чтобы можно было уже более крупнее рыбу ловить. Ну, исходя из этого, расцветка, вот гамма, это вот они своего рода вроде бы как и сухие, но при намокании начинает немножечко наша мушка тонуть. И опять потом она всплывает и находится пред поверхностной пленки. На что в данный момент стоит начинать ловить? На то, что у нас начинает двигаться. Что у нас первым двигается? Это веснянка. Веснянка-ручейник. Вот у меня имеется вот такая слабенькая, меленькая имитация веснянки, которая тоже работает практически всегда и везде, поэтому проблем никогда не возникало ни в каких рыбалках. с материалами достаточно проста. Это вот остатки пера петушиного, которое было. Ну, единственное, это то, что величина крючка. Вот. Теперь будет уже, как говорится, появляться ручейник. Я имитацию ручейника изготавливал в разных вариантах. Делал его и с рафией, делал его и с пленкой, но остановился вот на таком более-менее практичном варианте. Крыло, кстати, я сразу отвлекусь и скажу вам, можно заменить на перо петуха, если у вас нет CDC. Ну, в идеале, конечно, перо CDC. Здесь у меня полипропиленовое волокно с антроном. Это плавающее волокно. Ну и, понятное дело, тело также выполнено из антрона. И ёршик, который имитирует наши лапки. Величина крючка 16 номер. Достаточно тоже уловистая приманка. Как вы видите, они мало чем отличаются вот от этого, только лишь цветом крыла. Ну и, понятное дело, что тело такое же. И дальше. Дальше всевозможные комарики. Вот это у меня имитация таких более крупных комариков, потому что мелких просили меня не делать. Это выполнено на крючке 12-й, 14-й номер. Они практически не нужны. Вот, кстати, тоже я немножечко чуть не упустил. Это вот из пера CDC выполнена вот такая небольшая у нас нимфочка, которая имитирует у нас и веснянку, такой собирательный образ, и веснянку, и ручейника. Вот она выполнена полностью и с использованием пера CDC. Плавает, я вам скажу, практически они одинаково, но более подвержена действиям слюны рыбы. То есть, 2-3 рыбки и надо уже брать, чистить. Также у меня имеется вот здесь, это что касается вот всех сухих, это вот такая имитация поденочки, выполнена полностью с пера CDC. Ну и тело выполнено из антрона. Также хвостик изготовлен. Ну, в принципе-то, это вот то, что касается более-менее таких сухих. Здесь, естественно, это из семейства нимф, которые под ТНК-ру. Здесь величина крючка разная, начиная от 10-й, 12-й, 14-й номер. И, соответственно, немножечко разная расцветка. Как себя ведет приманка, ну, вы все прекрасно знаете. В таком положении она находится в воде. Ёршик ее какое-то время удерживает, потом она начинает тонуть. То есть, имитирует то насекомое, которое у нас попало в воду. Естественно, немножко умерло и начинает тонуть. Рыба реагирует как на упавшее, так и когда приманка наша уже оказывается под поверхностной пленкой. Ну и, понятное дело, жуки. Ну, жуки уже пойдут несколько позже, потому что это рана. Это вот самая простейшая имитация. Синель, пенка, окрашенная, неокрашенная. Ну и со специальной резиной лапки. Просто неубиваемый для головля приманка. Раз мы уже затронули головля, то, понятное дело, что здесь у нас имеется такая очень хорошая для него приманочка, как гусеницы. Это все однотипное методом плетения, как макраме. Здесь получается желтый верх, зеленый низ. Здесь зеленый верх. Это все, кстати, флуоресцентное. Оно все у нас при ультрафиолете светится. Если вот, как вы видите, и зеленый достаточно, и даббинг желтый. Ну и здесь, соответственно, точно так же у нас идет подсветка наших тех материалов, которые вот мы ультрафиолет использовали. Достаточно хорошо и очень плодотворно работают вот эти приманки. Не только. Мои друзья-сибиряки, и в частности Иркутск, Красноярск, и Дальний Восток, очень хорошо отзывались. Я делал тоже им под заказ вот такие вот гусеницы. Хорошо ловится хариус. Ну, в наших краях на Украине, понятное дело, это излюбленное блюдо будет для головля. Ну, естественно, осы. Осы работают практически всегда и везде. Это тоже такой вот немножко упрощенный вариант. Ловчий. Не для коробочки, для выставки, а именно для рыбалки. Поэтому она выдерживает хороший десяток, а то и больше поклевок головля, и не разрушается. То есть, достаточно хорошая модель. Рекомендую для повторения. Как гусеницы. Гусеницы, да, извините, забыл добавить. Они все плавающие. Тонущие я не делал. Это вот приблизительно то, что у нас из таких сухих и немножко полумокрых мы уже разобрались, что у нас будет работать. И переходим теперь к нимфам. Ну, как вы видите, здесь у меня имитация вот такая бокоплава. И специально изготовлена такого уже готового провокатора для того, чтобы можно было в плохое, в бесклевье время уже как-то выманить рыбу. Крупнее на десятом номере, а это уже на четырнадцатом номере. Также имитация ручейника, который у нас будет уже вылупляться, считается это как эмиджер, ну, отчасти, начиная от дна и до поверхностной пленки, можно рыбачить. Величина также их разная. Ну, и понятное дело, как они изготавливаются у меня в фильмах есть. Вот, в принципе-то, коротко, не считая, конечно, вот этих нимф. Это уже я в своем фильме рассказывал, они тоже работают. Это друг Александр из Черновцов заказывал. Они хорошо работают тоже у них по головлю. Ну, и понятное дело, такая полуреалистичная, вот такая вот нимфочка. Это тоже такой собирательный образ веснянки. Больше, конечно, она подходит к рующему типу. Ну, рыбе, как говорится, и нам немножечко это все равно. Главное, что силуэт контуры все повторяет, поэтому проблем, я думаю, никаких с рыбалками не должно возникнуть. Ну, вот, в принципе-то, коротко я рассказал предназначение мушек. Если у вас какие-то будут вопросы, пожалуйста, можете писать. Я почту указываю. Пожалуйста, пишите. Как вы, кто успел заметить, это вот то перышко петуха, которое мы с вами рассматривали, скальпы, которые я разделывал. Идет уже у меня все в дело. Все, друзья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.